Приветствую, друзья, с вами Изидыч, и сегодня немножечко пройдемся по пакетам. На самом деле, если вы хотите выгодно вложить деньги, вкладывайте в газ, в нефть, не знаю, там, в недвижимость. Но если по какой-то причине вы решили вложиться в игру, ну, я не стану вас останавливать и даже дам пару хороших советов. Я быстренько пройдусь по всем пакетам, буду игнорировать те пакеты, которые по субъективному моему мнению мне не нравятся, только то, что мне нравится, я по ним пройдусь. А остальные пакеты пусть вам разжевывают другие обзорочки, коллеги, если по какой-то причине они решат их, скажем так, пиарить. А я просто пройдусь по тем пакетам, которые лично мне нравятся. Ну, для начала, ребята из Энтернот, кто они такие? Я уже не раз с ними работал, они снова замутили крутой конкурс, поэтому, друзья, вы ничего не теряете, обязательно пользуйтесь ссылочкой в описании под видео. И с помощью этого, там, к 3 и 4 января они уже раздадут призы. Что за призы? От Logitech, то есть, можете смело переходить по ссылке, смотреть это видео, узнавать конкурс, что там он из себя представляет. Там очень все просто, и, соответственно, можете выиграть вообще классный подарок себе под Новый год. Вот реально, ничего не нужно вкладывать, просто поучаствовать немножечко в конкурсе, там, сделать там репост, все, бас-бас-бас, и, возможно, у вас будет крутой девайс. Очень просто, так что вперед. Ну и, соответственно, по пакетам. Самый простой и понятный пакет, для меня это, разумеется, суровый, потому что здесь есть две мои самые любимые машины в игре. Это ТА-29, который не деградировал, он абсолютно такой же, как и был раньше, то есть, это просто машины Масхев и ХМ-1. Это вообще самый лучший прем среди всех премов, среди танков. Единственный вопрос только о Магах-3. Здесь, конечно, не скажу, что это полное фуфло, но он мне не очень нравится, по моему субъективному мнению, потому что там до сих пор нет ХЕС-6, исторически существовавшего у него снаряда. Зато есть ДЗ, динамическая защита, у него есть дымовая завеса, и вообще, если честно, да, он лучше, чем обычный М-60. То есть это прокачанный М-48 до уровня, скажем так, М-60, но стал даже получше, потому что там нет здоровенной командирской башенки. Ну вот, в общем, в Магах-3 не плов, но не такой прям гибучий, как все остальные машины. Следовательно, дальше идет Крушитель. Здесь есть ИС-6, С-120 и Т-55 АМ-1. 55-ка, в принципе, стабильный танк, я вот на Птурах играл, и поверьте, это было очень эффективно, есть видео, обзор и так далее. На подкалиберах не очень приятно, потому что у них параметры очень плохие у БАПСов, поэтому надо постоянно искать нужные цели, которые действительно продеваются с помощью этого БАПСа. А вот на Птурах играть на нем очень даже нехило можно, поэтому машинка неплоха, как ни странно. И за счет того, что это М1-версия, там более мощный двигатель, то есть он более тяговитый. Ну, 120-й объект вы все прекрасно знаете, у него есть лом, то есть БОПС, оперенный подкалибер, который по своим параметрам превосходит даже топовый старяд УТ-80Б. По какой-то причине его дали объектку 120-му, но с другой стороны, сама по себе машина здоровая и очень уязвимая. Поэтому чисто снайперский танк, который удивляет на своем БАРе абсолютно всех своими снарядами, но при этом сам имеет, скажем, возможность очень быстро слиться, если неправильно подставиться. То есть здесь чисто надо прям ныкаться на нем, ныкаться и гидать свои ломы через всю карту. Это лучшая тактика для него. Но есть еще кумулятивы, которые имеют огромное количество взрывчатки и постоянно ваншотят всех своих врагов. Вот, даже если падают иногда рядом. Я не шучу, я потом покажу вам этот фрагмент. Набор ИС-6. Ну вот, смотрите, ИС-6 здесь, знаете, какая ситуация? Ему со временем подняли БР с 7.0 до 7.3. И плюс еще, как вы знаете, очень много завезли техники с кумулятивами. Всякие, даже вот сейчас в патче 1.85 появились Брэдли всякие, там чуть раньше Варьеры и так далее. То есть очень много кумулятивной техники, которая с ним периодически пересекается в бою, и его пробивает. Поэтому жизнь ИС-6, она по-прежнему хороша, но уже не такая шикарная, как раньше. Его пробивают, есть много машин, появилось много машин, которые его могут уничтожить. А раньше постоянно все от него отлетало, он ехал, просто не думал, не нужно напрягать мозги, это вообще вредно. И, соответственно, вот видите, как он нагибал, много фрагов возил, и статистика была просто в топе. Все покупали, кому не лень ИС-6. Но по-прежнему этот пакет актуален, то есть эти два пакета можете смотреть. Это сразу пробегаю мимо, потому что там Черный Принц, все, просто, говорю, давай, до свидания. Вот, даже не буду пояснять почему. Комплект, ну, так, с переходом к опустошителю. Видите, как я коварно хитро приключаюсь к годным пакетам, которые хотя бы 9 из 10 выдают для меня. Если 8 из 10, вот как этот пакет, здесь, в принципе, 8 из 10 я бы дал. Ну, можете обратить внимание, ну, вот, здесь неплохой пакет, в принципе, да, неплохой пакет, но вот 8 из 10 я ему дам. Я не буду пояснять почему, вот, ну, вот, это мое мнение. А вот касаемо вертолетов, здесь тоже очень хороший пакет, потому что, ну, блин, однокнопочный геймплей, ребята. Это, знаете, как арта кое-где. Взлетел, нажал ПТУР, уничтожил, посмотрел на статистику, ой, я папка-нагибатор. То есть, все эти три вертолета, все они нагибают. Нагибают 6 туров, 8 туров, неважно, они свое дело сделают. Вот, поэтому... А, все, ребята, здесь есть, это, уникальные декали Монтикора, тогда точно must have, это точно уже, как бы, надо брать. Только хотя бы из-за уникальной декали Монтикора. Вот, Посейдон, вообще без понятия. Что там с флотом, потому что сам в корабли не играю, потому что здесь я советовать вообще ничего не буду. Ну, может, кто-то из коллег расскажет вам про флот, кто-то, может, активно играет. Не то, что там, знаете, как я вот, зашел раз в месяц. Таких не слушайте. То есть, если видите, что человек постоянно обзоры пилит по флоту, вот таких можете послушать, потому что все остальные балаболы. Так, ладно. Я тоже балабол буду, если что-то буду советовать по Посейдону. Ничего не буду советовать. Вот, комплект стратег. Вот здесь вот хитро улитка поступает. Они пихают самолеты, которые, по факту, являются исключительно для истребительного боя, с танками. То есть, в совместных боях это сомнительное, знаете, такое приобретение. То есть, самолет, который будет тупо, как и ПВО, защищать небо, без возможности штурмовать. Вот, если бы они как-то, вот, как раньше, вот, знаете, комплекты были, например, британские танки, вот, британские танки, и там шла еще Виверна. Вот в этом был бы смысл. А тут, знаете, просто танкистам, летчикам, вот, летчику нужен, например, только самолет. Он здесь есть. Танки не нужны. И наоборот, танкистам. Поэтому этот пакет я не буду так особо советовать. Он какой-то, знаете, слишком разносторонний. Здесь больше смысла взять его, потому что Нарваль хотя бы имеет подвесы для совместных боев. И как истребитель в нем есть смысл. У него 6 МГ-151-х. Пускай он ужасно климбит, но если все-таки за климбит начнет падать, он уничтожит там очень много противников. Так что вот в этом пакете куда больше смысла, чем в соседнем. Вот как по мне. Вот. Я не говорю, что техника здесь плохая. Здесь хорошая техника. То есть, например, Фиат Г-55 шикарный самолет. Но вот именно вкупе с остальными машинами, как это танкистам, летчикам совмещать, я не знаю. Вот только в этом проблема. То есть, а здесь все хорошо. Здесь вот, ну, как видите, то же самое поступили, как с итальянцами. Впихнули Ки-87, который сам по себе, он как чисто летник, не для совместных. Но при этом есть Type-5 Хори и танк, ну, то есть, по факту Тигр. Вот эти две машинки точно, кстати, классные. Даже, знаете, я бы простил Ки-87, но этот пакет мне нравится. Мне нравится, потому что обе эти машинки приятные, особенно Тигр 1. Вот. Вот такие вот дела. В общем, я быстренько так вот прошелся, рассказал вам свое мнение. Надеюсь, никто не обидится. Вот. И, возможно, даже проведем стрим, там, по всей этой технике пройдемся. Я прям вживую покажу вам, как это все происходит. И вот еще, кстати, одна новость. Помимо того, что у вас пользуется ссылочка в описании под видео, там, как бы, есть еще дополнительная 3% скидка. Я надеюсь, что она есть. Если нет, ну, блин, все равно покупайте по ней. Потому что мне на Новый год копеечка капнет, ребят. Я просто говорю, как есть. В воскресенье будет совместный стрим всей бригады. Обязательно приходите. Поиграем во что-нибудь классное. И, я думаю, всем будет весело. Вот такие дела. В общем, всего самого хорошего. Отличного настроения. И увидимся в ближайших видосах, ребят. Буду пилить для вас контент. Уж постараюсь. Делать интересно. Все. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok